Будет вот такая воинствующая, агрессивная риторика лидеров государства Путина, Медведева, Лавров вот вновь выходит на эту стезю усиливаться с приближением так называемых выборов России? Это будет зависеть от ситуации на фронте. Если на фронте будет относительное затище, они не будут эту тему педалировать. Почему? Потому что по всей социологии, начиная с осени этого года, признаки явной усталости от войны и желания большинства, я подчеркиваю, россиян ее поскорее закончить. Конечно, там, естественно, на каких-то хороших для себя условиях, но война им надоела. Вот это сто пудов. Поэтому, если она будет какой-то затишье будет на фронте, я думаю, они к этому будут стремиться. Значит, если у них нет шансов на какие-то победы, они будут стремиться к затишье. Но тогда они как будто сделают вид, что ничего и не происходило. И будут продолжать, Путин будет продолжать встречаться с овощами, он же недавно тоже еще одно учудил одно. Он же каждый раз все, каждый день новые пенки какие-то выдает. Значит, эта компания просто уже полностью, что называется, маразм крепчал. Да, значит, он что-то встречался в Магадане с овощами, только не с избирателями своими, которых, я думаю, он за овощей держит, а с настоящими овощами. Там что-то трогал огурцы, нюхал помидоры, какие-то у него гомоэротические сцены были, значит, в теплице. Да, я уже не знаю, не все, видимо, до нас донесла российская пропаганда, российское телевидение. Но даже то, что мы увидели, вызывает просто гомерический хохот. То есть, это что делается? Это делается, чтобы показать людям, что у нас все нормально. Вот у президента больше проблем нет, как выращивание помидоров и огурцов на Чукотке, понимаете? И это такая вот идет пропаганда. Но она так и шла. Но тут случились несколько неприятностей, мягко говоря, у российских властей и у российских войск, в том числе. То, значит, потопили Новочеркасск украинцы, то обстреляли Белгород, то, значит, сбили какие-то самолеты, про самолеты они замолчали. Ну, а Новочеркас и Белгород замолчать нельзя было. Поэтому надо как на это реагировать. Вот если будут подобные события, на которых им придется все-таки реагировать, реагировать они могут только одним образом. Всех порвем, не волнуйтесь, всех уничтожим, порвем еще чуть-чуть, еще пару улиц в Авдеевке возьмем и уже сразу на Берлин, а там и до Нью-Йорка недалеко. Ну, главное, потерпите, пока мы там пару улиц в Авдеевке эти возьмем. Это, видимо, главный рубеж, такая линия Маннергейма нынешней, вот, или Мажино. Вот, то есть все это будет, если будут информационные поводы, связанные с активизацией украинских войск, которые и сил, в общем, в целом, которые скрыть не удастся. А вы сказали о том, что со ссылкой, причем на социологию, что большинство россиян устало от этой войны. Да, это так. Вот по последним опросам, в том числе компании «Русское поле», начиная с осени, число тех людей, которые считают, что хорошо бы уже наступили переговоры, война закончилась, превосходит число людей, которые говорят, что нет, война должна быть продолжена до победного конца. Я сейчас не точно цитирую по памяти формулировки этих вопросов, но смысл именно такой, что те, кто хотели бы, чтобы все, скорее бы, это закончилось, их стало больше, чем таких ватников агрессивных, которые мечтают о том, чтобы еще о походе на Киев и так далее. То есть людям как-то поднадоело, но надо сказать, что они все равно ждут своей победы в целом, то есть им пропаганда продолжает промывать мозги, и надежды, что называется, юношей, и далеко не юношей, питают. А как вы думаете, а в Кремле ведь это тоже видят, это тоже знают? Изменения в обществе, в общество, в сознании? Да. Ну, видят, но, во-первых, это их не сильно пугает, почему? Потому что поддержка Путина продолжает быть высокой, ну, скажем так, точно ее нельзя сформулировать, почему? Потому что я уже сто раз говорил, что социологически эти цифры, они все страдают большой погрешностью, и многие люди просто, особенно оппозиционно настроены, боятся давать ответы, и понять реальный рейтинг того же Путина невозможно. Но, по крайней мере, в динамике там ничего такого страшного у них не происходит, и не произойдет, потому что при этом, если вот как бы опять-таки принять за данность эти ответы, результаты опросов, что при том, что нарастает усталость в войне, россияне не обвиняют своей власти в том, что в ее начале или в ее затягивании, понимаете, то есть они бы хотели, чтобы это как-то само собой разрешилось, чтобы вдруг вышел бы Путин и сказал, о, ребят, все, будем жить как по-прежнему, как было до 24 февраля, все будет у нас хорошо теперь, значит, и будем по всему миру ездить, и с таком духе. Ну вот, но такого, понимаете, не происходит и вряд ли произойдет. Я вот, кстати, все больше и больше сталкиваюсь с мыслью от своих гостей о том, что того, что было до 24-го числа, 22-го года, больше не будет, то есть мир больше никогда не вернется в прежнее состояние. А что вы думаете по этому поводу? Ну, история, она циклична, но как-то это все где-то должно выродиться как-то. Или приведет к большой, огромной, всемирной, я бы сказал, трагедии, исходя из того, что сейчас происходит на политической, да и не только карте мира. Да, это будет последний мой ответ, потому что у меня разряжается телефон. Так что я сейчас отвечу. Да, смотрите, как я уже говорил, в истории всегда можно рассуждать не какими-то сценариями, а вероятностями, понимаете, и вероятность того, что произойдет какая-то безумная, страшная трагедия, тоже есть. Я ее не оцениваю как неизбежно, эта вероятность, я оцениваю ее как все-таки не очень большую, но теоретически она возможна при определенном развитии событий. Но более вероятно, что все придет к нормализации, к постпутинской нормализации в мире. То есть вот этот ядовитый режим, который является источником международной напряженности, источником войны для соседей и вообще для всего мира, он будет в результате этой войны свернут, уничтожен, ликвидирован. И дальше будет новая некая нормализация, опять тренд к больше международной безопасности, к сотрудничеству и так далее. Редактор субтитров А.Семкин